всем привет я сегодня запланировала делать обзор по лесным кактусам у меня живут декабристые рипсолидопсис и пифилумы и есть целых три новичка но обзор там будет короткий потому что лесные кактусы они в основном без изменений они сейчас не цветут только наращивают зеленую массу в общем там по сути только про новичков поговорить ой ну такие клевые но такие маленькие поэтому я как-то вам их долго не показывала все ждала что отрастет а там ну кое-что отросло да но очень мало ладно это сейчас попозже чуть-чуть хочу поделиться новостями по бугенвилле помните мы с вами сажали черенок который дал корень воде и вот он стоит ничего у него не появляется в земле ни новых корней ничего шинки и вот такой вот он чахленький стоит у меня уже действительно закрадываются мысли что корни которые бугенвилле дает в воде не жизнеспособные в грунте ну в общем не знаю сколько он так будет стоять уже стоит достаточно долго и вообще никаких положительных изменений не вижу вот этот побег который пошел но наверно в тепличке пошел он и вот он тоже такой вяленький листочки вялые хоть правда и не сбрасывает это хорошо но стоит она в тепличке пусть стоит а вот эти черенки которые тоже очень долго у меня уже стоят в воде бодрые веселые в тургоре но корней нет вот смотрите какая-то штука нарастает какая-то разрастается ткань по стволу но корней нету но так как они бодрые и веселые я думаю что все таки они вот этой вот тканью усваивают усваивают что-то все таки они получают питание в общем терпение моё закончилось за этим наблюдать и я их посажу в грунт все конец эксперимента с бугенвилле и в воде у меня почему-то ничего не получается вот такие вот кулечки получились посадила и как обычно в емкость без дренажных отверстий но с дренажным слоем из угля и керамзита грунт мой любимый универсальный плюс торф верховой плюс разрыхлитель и большинству моих растений подходящий и вот так вот в пакетиках тепличках они теперь отправляются под ламп надеюсь что наконец-то они все-таки разродятся на корне надоели не мне ну правда стоят 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 ни туда ни сюда вы уж или растите или выкину так что это пока что в сторону пусть живут приживаются а еще еще вот мы с вами сейчас чем порядок наведем так это моя орхидейка пират пикати сейчас вам покажу в кадр цветочки вот она какая красивая купленная она у меня в последнем обзоре ваша они попалась мне красивая красивая вот какой новый цветочек она раскрыла но он уже был полураскрытый так что это совсем не моя заслуга но мне не нравится как она сидит то есть вот чуть-чуть потянуть и вытаскивается с горшка орхидея сама она очень плохо сидит и у нее нижние листочки сохнут я даже не пойму что она не допивает не доедает вообще какой-то горшок странный он такой приподнятый я даже не могу его вытащить сейчас вот потяну за цветонос а вытащится у меня орхидея из горшка вот вот ее родной горшочек в котором она ко мне приехала он на таком бортике как бы приподнят я получается полью вода вся проливом проходит и все может быть сама орхидея даже и влагу не получает в общем я не поливаю орхидеи замачиванием а чисто проливом и для меня вот эти все дырки тем более вот такой приподнятый приподнятое дно горшка это просто невозможность для ухода и я вынуждена сейчас с вами и пересадить конечно мне страшновато потому что она цветущая мне не хотелось бы чтобы она скинула цветочки но мы сейчас с вами постараемся это сделать ну максимально нежно насколько это вообще возможно вот смотрите я тяну а выходит не горшок выходит орхидея вот а вот он ее горшок может быть она падала почему она сидит так плохо в горшке почему же почему же так все у нас не важненько ну вот я хотела ее корни не потрошить чтобы меньше было стресса растению но все осыпалась самостоятельно а еще вот тут есть торф стаканчик с пластиковым каркасе но раз уж все сама вывалилась я его тогда тоже удалю ну и составлю грунт новый из старого чтобы ее микрофлору всю сохранить вот такой я составил новый здесь совсем немножечко мха и коры и много керамзита и угля то есть вот этот грунт он как застарелый его не помешает бы раскислить как раз это уголь который имеет щелочную щелочной уровень page и уведет грунт немного в другой в другую сторону куда нам нужно и керамзит который вообще имеет нейтральный уровень page поэтому мы сейчас мало того что ее посажу хорошо так еще я ей сделаю апгрейд грунта в сторону раскисления и улучшения представляете сейчас начала удалять торф стаканчик оттуда выползла вот такого размера нечто с ногами с усами я даже не смогла это все снять быстрее ловить душить вон сбегала за перчатками разобрала до конца этот торф стаканчик вроде такая живность оказалась одна вообще у этой орхидеи очень богатая флора и фауна здесь столько всего ползает маленькие какие-то козявушки но ладно маленькие они как бы допускаются как обитатели грунта но вот это вот жучара нагастая вообще меня просто испугала до визга ну и вот смотрите что корни то у нее неплохие но грунт осыпался весь я не знаю как она переживет эту пересадку я не планировала так ее прям кардинально менять полностью грунт так вот ее трясти но что поделаешь потому что увидите какие-то вот эти листочки они почему-то сохнут они вот тут находятся где-то чуть ли не под грунтом и они могут привести проблемам поэтому лучше их конечно вот такие листочки снимать вот видите основание листочка не очень хорошая темненькая поэтому лучше это все убирать сейчас еще гляну ничего тут не осталось нехорошего вот чувствовала мое сердце что надо в эту орхидейку залезть вот эту вот жучару выгнала теперь я еще ее поплеваюсь актарой чтобы это все микрофлору утихомирить поэтому получит она у меня напиток оздоравливающий может быть поэтому эта орхидейка стояла ждала меня чтобы я ей занялась но видите у нее кое-какие оказывается есть проблемки так ну все вроде все чистенько я никакой гнили не вижу сейчас будем сажать в грунт все справилась вот теперь она стоит прям железобетонно утрясла я весь ее грунт так вот и и утряхивала утряхивала и все утрамбовалась и получается добавил новый смотрите у меня получилось даже так где 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 у меня даже получились как-то корни у края буду наблюдать как они будут просыхать как они будут выглядеть я не специально это делала я последнее время что-то не стараюсь поставить корни у края думаю ну надо как-то по самой орхидейки смотреть хочет она пить не хочет по стенкам горшка конденсат там есть нету потому что ну ставить их по краям корня это очень дело муторное корячится долго приходится ну и вообще последний раз у меня это и не оправдала себя ставила корни орхидейка их совсем сбросила в итоге но я об этом рассказывал эту меня азиатки которые не пережили пересадку ну и вот вопросик кстати вам приходилось пересаживать цветущие орхидеи вынуждены пересадки как они потом на это реагировали вот как вы делали свою пересадку надеюсь я все правильно сделала ну то есть насколько я вот это все дело поняла орхидейки чтобы не было стресса нужен обязательно старый грунт и чем больше тем лучше я упихала весь весь который был ее старый и по очереди ложками брала новый вот такая она у меня красоточка пират пикати очень красивые цветочки она конечно засушила молодые бутоны вот тут вот сейчас покажу ну вот они желтенькие в общем фокус не наведется потому что нужно на фоне а вот навелся нужно на фоне руки в основном мелочь такой показывать так сейчас мы вернем на место но теперь уже в кадре лесные кактусы будут и обзорчик сейчас про всех всех расскажу что изменилось что новенького у них появилась и смотрите это рипсолидопсис который мы с вами пересаживали он у нас приболел этой весной у него была водянка представляете у растений такое бывает заболевание если корни теплее чем листочки вот у меня на стеллаже так получилось то получается что корни всасывали воду быстрее чем испаряли листочки и пузырьки появлялись водянистые и сначала они такие прозрачные вот например как здесь а потом они становятся темненькие коричневые или даже лопаются в общем болезнь это оказалось совершенно ни для кого не опасно и просто нужно было скорректировать уход и вот он растет все новых точек не появляется листочки у него прекрасные чистенькие новые мы его еще и пересадили потому что очень очень тесно было в него в старом горшочке просто ком корешков вот он уже активно осваивает этот горшочек в общем растение совершенно неприхотливое главное не ошибиться как я с его размещением в помещении в общем корни должны но не должны иметь температуру выше чем листочки и смотрите как он у меня на окне тянется к свету вот с этой стороны прям огромные выпустил уже веточки они друг на друга ложатся я думаю немножечко его постричь он у меня в этом году отказался цвести может быть по причине болезни в общем цвести он у меня не стал так как удаляются сегменты у лесных кактусов да очень легко немножко крутим немножко тянем и получается разрыв ровно в том месте которым нужно 2 представляете кручу кручу я уже не знаю сколько оборотов сделал не выкручивается ах крепкий какой репсолидопсис у меня но не круть не выдергивается ну представляете уже сколько я тут оборотов накрутил ах может у него там где-то резьба сорвалась то что такое а ну отдай а по вон на чем он крутился вот на этом хвостике но оторвался с хвостиком это даже хорошо корешочки быстро даст и еще еще вот этот я думаю тоже открутить вот такой хвостик ну что они у меня свисают уже на соседи лезут это безобразие так давайте откручивать гуляньте у декабристов между прочим сегменты откручиваются гораздо быстрее и легче а тут на тут какой-то еще вот такой вот стержень их держит вот хвостик тут тоже хвостик так ну и и вот тут еще немножко уберу ну ладно в общем вы поняли смысл я их стараюсь держать такие компактные формы компактные кустики вот нравится мне когда лесные кактусы имеют такую букетную форму а если еще и зацветут такими букетиками то вообще будет красота мечты мечты но не зацвел он у меня видите в этом году может потому что приболел может потому что был еще маленький что-то у него пошло не так а вот это декабрист один из декабристов у меня их 9 сортов процвело из них только два я уже год выращиваю этих 9 сортов и пока что они у меня и не все процвели как их стимулировать к цветению это у каждого наверное свой метод ну вот насколько я набрала информацию и и мне она очень понравилась то есть мы же много чего слушаем читаем изучаем и какая-то информация у нас вот больше всего оседает что декабристы нужно держать в компактной форме и они тогда и цветут охотнее как бы растение теряя листочки получает стресс стимул к размножению через цветение через цветочки опыления и поэтому это запускается естественный процесс сохранения потомство вот этим я и занимаюсь вот например этот декабрист тоже я считаю что слишком слишком разросся и сейчас будет у него стрижка под зайчишку ну вот как будто ничего не отбавилось такой получился аккуратненький кустик очень мне нравится как-то растение вовремя пострижено выглядят ухоженными ничего не запущено ну это конечно дело вкуса кому-то нравится когда декабрист свисает длинными длинными такими плетьями мне вот нравится когда он еще стоит когда потом цветет букетиками когда цветочки смотрят получается на меня не вниз а на меня чтобы они смотрели ну да конечно у каждого свои предпочтения мне такие вот очень очень нравится такие бодренькие кустики а череночки крутил вертела как поставить в водичку на укоренение они то падают то им тесно то им темно да и посадила сразу в грунт вообще вот лесные кактусы очень неприхотливые ребята укореняются и в воде и сразу в грунте но разница в том что воду поставил и забыл пока не вылезут корни а в грунте надо постоянно контролировать слабо влажную почву вот в чем сложность так конечно я больше люблю предпочитаю укоренять воде ну что-то стаканчик не подошел удобный удобный размер не нашелся поэтому получилось так ну так 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 ничего страшного они так скоро очень дадут корни весна же нет не весна уже лето лето у нас сейчас все растет так а мы с вами сейчас посмотрим на новичков потому что на окне вышло солнце и там я не знаю что нибудь мы разглядим или нет так новички в кадр новички новички ой но не такие маленькие такие маленькие а помните я ездила в соседний город за филодендрином принц оф оранж и вот тогда мне и посчастливилось обзавестись вот этими чудо растюхами это все лесные кактусы эпифилума хозяйка мне насыпала в придачу в довесок в подарок но они такие малюсенькие она говорит бесплатно потому что ну там кусочек отвалился там листочек выкидывать жалко такая же наверное как я все жалко выкидывать и говорит в землю повтыкала вот забирай даром забирай сейчас конечно не понятно вообще кто это что это потому что очень маленький но давайте начнем с самого крупненького самого мне кажется интересного и незнакомого это у меня был черенок на срез видите он уже в моем горшке сидит я сама укореняю хозяйка его назвала как ромулоза а я его нашла в интернете как рипсалис эллиптика сейчас я вам ставлю фотографию по моему ромулоза и рипсалис эллиптика это одно и то же вот такой необыкновенный кактус у меня завелся я вообще такой впервые вижу и конечно мне захотелось такое такое чудо себе завести еще и цветет эти маленькие цветочки похожи на цветение то ли вишни но что-то такое прям очень очень миленько но мне даже нравится его листочки даже без цветения ну вот смотрите пока что вот этот я вижу такой вяленьким сморщенный такой череночек а вот тут вот листочки уже явно налились водой видимо пошли уже корни пить они уже не сморщены вот эти вот очень плотные а поэтому вообще ничего не понятно черенок этот сегментик стоит один упругий бодрый ну и выглядит хорошо может быть скоро пойдет какой-нибудь ростик и он даст знать что прижился вообще веточка была одна такая вот веточка и на ней было несколько сегментов это я уже сама расчеренковала чтобы сразу у меня три кустика развивались ну ведь так интересней правда же чем потом очеренковать подсаживать они будут иметь разную скорость роста поэтому я сама разделила вот так вот и посадила их на три так дальше дальше вот это чудо которое пока тоже совершенно не узнаваемое это королева ночи но еще называют царица ночи по-моему это одно и то же ну да не суть сейчас вам тоже вставлю фотографию что же это такое как видите и вырастает она красавицы и цветет она необыкновенно большими белыми цветами но у меня пока малявка я не сразу показывала их в обзоре не торопилась потому что очень уж маленькие и непонятные эти череночки ждала что что-то отрастет ну отросло вот пим отросло а вот тут еще если если приглядеться вот пошли зачаточки веточки новые но это такая мелочь пока особо так и похвалиться нечем может быть в следующем обзоре может новый листик появится но пока что вот только только почки проклюнулись ну а вот это а вот это вообще не угадайте кто тут вообще не угадать и не понять но у него тоже вот тут вот тут сейчас покажу вот тут проклюнулся ростик маленькая веточка по-моему у него начала макушка расти в общем это эпифилум ангулигер фото да да я очень хотела этот эпифилум по моему его называют рыбья кость за форму этих столиков похожие чем-то на скелет рыбы ну видите тоже хвостик машины не пока ни на что совершенно не похожи вот поэтому бесплатно она мне насыпала этих своих эпифилумов говорит отвалился выкинуть жалко воткнула в землю на на укореняй поливать мало ну проинструктировала ну что я не знаю как эти лесные кактусы приживаются в принципе ну и от инструктажа я тоже не против вдруг что-то новое подскажут секрет какой-нибудь атак в общем в общем как она и сказала поливаю слабо как и с обычными вот с декабристами слабый слабо умеренный полив и корни пойдут ну короче малявушки малявушные может следующем обзоре что-то нарисуется поинтересней к нам развернулась солнышко не успела я не успела до солнышко тут все все показать но сейчас будем так стараться взглядеть так вот тут вот стала пересаженная орхидейка пират пикоти вот так она стоит у меня под фитолампой все стоит ровненько бодренько все с богом орхидейка не болей а вот тут у меня живут лесные кактусы они у меня выпросили жить на подоконнике так как не любят тепло да на стеллаже для них было слишком тепло а здесь вот пожалуйста растут солнце прямое отлично переносят никто не подгорает не теряет тургор в общем в общем ребята это боевые им и прохлада и палящее солнце и чего угодно вот моя компания лесных кактусов ну давайте начнем по порядку здесь всякие укореняшки это тот кого мы сегодня стригли так тоже кактусы это вот так вот я прячу всяких укореняшек за большими растениями видите такой получается свет как кружевной достается чуть-чуть солнышко и в общем они так хорошо хорошо освещаются и в то же время не перегреваются не высушиваются так это тоже декабристые 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 их у меня много когда же они все покажут красоту мой ангулигер пока что мышиный хвостик тут прячется тоже под большими растениями здесь укореняется у меня белого череночки он подписала белого декабристом также лесной кактус у меня имеется хатиора вон она как хорошо на солнышке растет вообще растение кстати тоже боевое она и на солнце хорошо растет и в тени она растет даже в удалении от окна изумительно растет очень очень неприхотливое растение прям вообще и радует вот этим ростом необыкновенно есть растения которые красивые сортовые породистые а есть вот такие вот жизнелюбивые как вот это хатиора танцующие кости брызги шампанского у нее столько названий ну смотрится очень необычно такой лесной кактусик так репсолидопсис у меня занял место в уголочке притаился большой потому что не потому что ему там меньше солнца надо или какие-то другие условия просто потому что большой и он тут никому не закрывается так тут у нас опять малышня прячется репсолидопсики а вот здесь красавец красавец у меня пристроился эпифилум гватемальский но я его покупала под названием мини драгон фрут мини драконий фрукт он цветет цветочки у него не очень впечатляющий но на нем спеют съедобные плоды по вкусу напоминающие клубнику или киви это рассказ предыдущий хозяйки у меня он еще ничего не вырастил но выглядит очень красивым мне нравятся его такие кудряшечки плотные вот растет очень охотно я его прям мне кажется таким малышом покупала и вот уже у нас такой такой замечательный пышный кустик очень-очень мне нравятся эпифилумы у меня мечта когда они разрастутся там царица ночи ангулигер то повесить их на в общем на подвесе вот тут вот расположите чтобы они свешивали свои красивые побеги вот такая вот у меня мечта так что будем растить моих новичков потихонечку растут растут то там почечка то там что меня очень радует но на сегодня мы закругляемся спасибо что были со мной что составили компанию в пересадочках в стрижках укоренениях спасибо за все очень приятно с вами беседовать делиться и рассказывать о цветочках пью холодную воду очень жарко поэтому я иногда иногда хриплю ну на сегодня закруглимся спасибо всем за внимание дрожьбу и лайки и пока пока до скорых встреч увидимся